Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Да, вот меня Олег Дмитриев сегодня. Сегодня, как всегда в это время, да, мы будем говорить о том, что происходит на финансовых рынках, обсуждать текущую динамику и строить прогнозы. Как известно, дело неблагодарное. Вот таким нелегким делом изо дня в день занимаемся в прямом эфире. Ну что ж, ну что ж, ну что ж, ну что ж. Давайте, прежде всего, я представляю сегодняшних гостей с огромным удовольствием. В студии «Сухого остатка» Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари». Даша, добрый день. Добрый день. И в студии Михаил Артекисян, начальник отдела анализа информации мировых рынков, управляющий компанией «Финам». Михаил, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код Москвы495, сайт компании «Финам.фм». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями по поводу. Ну и давайте также традиционно я начну с того, что нарисую картину маслом, что происходит и произошло к этому времени, 15106 в Москве, на финансовых рынках, начиная со вчерашнего закрытия Соединенных Штатов Америки. Итак, что мы видим? Закрылась Америка вчера в легком все же минусе, а именно Dow Jones снизился на полпроцента, S&P 500 и потерял 0,3 и в минусе на 0,1 закрылся индикатор, индекс высоких технологий по имени NASDAQ. Далее смотрим на Азию. Сегодня Nikkei 225 отличился, в том плане, что снизился на 2%, и слегка укрепилась японская иена, что логично. А Shanghai Composite, напротив, вырос больше, чем на процент. Европа сегодня практически в нулях, FTSE 100 стоит на отметке нулевой, точнее, чуть-чуть снижается на 0,06%, а наши сегодня отскакивают, тем не менее. Подрастает РТС на полпроцента и плюсе на 0,3% индекс ММВБ. Ну и как было заявлено в новостях, рубль продолжает снижение. Сплошные интриги. Даша, скажи. Сплошные разочарования. А больше того, смотри, сырье, смотрим на сырье. Бренд почти 112 долларов, но все равно, это же цифрь. Лайтсвит, 97, после вчерашних, 97,33. Золото, правда, продолжают потихонечку, 1200 в свой путь, 1212 за унцию. Ну, евро-доллар, да, без изменений, слегка подрос, 1,3590. Ну, нефть, нефть, страшное дело. Ну и давайте набор голубых фишек быстренько я озвучу. Значит, разноправленно сегодня выглядит рынок, тем не менее. Смотрите, лидеры роста, аэрофлот, 4,5%. Да, не просто так. Далее, почти 2% сургут, нефтегаз и процент Роснефть. Ну, легкий плюс, да, полпроцента Газпром, полпроцента Росгидро. Что тут еще можно отметить? А, и чуть больше процента АвтоВАЗ, кстати, растет. Снижаются металлурги сегодня в основном по известной причине. Что тут у нас? Минус НЛМК, минус 0,1%. Ну, Норникель уже символический 0,02% в минусе. Избербанк еще, кстати, сегодня в минусе на 0,1%. Северсталь на 0,5% тоже. Вот, такова картина маслом. Такова картина маслом. Ну, Даша, сразу же давай, действительно, чтобы не было интриги. Плошные расстройства, сказала ты. Что тебя расстраивает? Меня расстраивает падающий рубль. Падающий рубль, да. Почему, кстати, в преддверии Нового года. Ты, да, запаслась этими рублями, чтобы сделать приятное своим родным и близким. Конечно. А оно вон что. А оно вон куда. Нет, ну, на самом деле, в принципе, вполне логично. Несмотря на то, что нефть стабильно дорогая. 112 по бренд. Круто. Круто. Но, к сожалению, курс правительства, о котором мы уже с вами говорили, который был объявлен еще в мае текущего года, он никуда, никаким корректировкам не подвергся. И, собственно, по действиям Центробанка мы это видим. И курс пока отпускают. С учетом того, что к концу года традиционно идет на наращивание госрасходов, давление будет немножечко усиливаться. Каких-то страшных падений мы, конечно же, не ожидаем. Но, к сожалению, пока нет факторов, останавливающих движение вниз. То есть можно ожидать дальнейшего ослабления его, да? Да. До конца года, да. В следующем году там уже другая должна быть картина. В следующем году мы встретимся и будем обсуждать это в следующем году. Не, ну надо же верить во что-то. Нет, тут до конца года дожить бы. Тут целый месяц еще такой. Осталось-то. Жесткий месяц остался. Месяц жесткий, да. Миш, скажи, пожалуйста, как начальник отдела анализа информации мировых рынков? Вот это вот противоречие, оно, в принципе, уже нормально воспринимается. Высокая нефть и слабый рубль. Или, точнее так, на растущей нефти падающий рубль. Ну это просто какой-то, я не знаю, апокалипсис. Ну, в принципе, нефть скорее в боковике находится. То есть такого сильного усиления-то нет. То есть там какие-то колебания. Ну давай так у верхней границы этого боковика. Верхняя граница, да. Соответственно, опять же, нужно иметь в виду, что имеем отток капитала. Тем более, недавно ситуация с отзывом лицензии банков. Добавил нервозность на рынок. Понятно, что те, у кого в аналогичной ситуации, по всей видимости, активно конвертировали валюту и выводили. Избежали каких-либо экстрессов. Также нужно отметить, ну да, я согласен с Дарьей, что мы имеем увеличение госрасхода в конце года. Также хотелось бы отметить, что будут значительные выплаты по внешнему долгу. Это все на конец года, да? Да, как раз в декабре. С другой стороны, то есть будет некоторая поддержка рублю с точки зрения, что она будет закрывать балансы. То есть какой-то спрос у экспортеров на рубль будет. Тем не менее, в целом, я думаю, что рубль все-таки продолжит снижаться. То есть не агрессивно, но тем не менее, тенденция с какими-то откатами будет продолжаться к ослаблению. Потому что, к сожалению, вот таких внутренних факторов, которые могли бы сказать о том, что тенденция с ловленой рубль начнет хотя бы краткосрочно уверенно укрепляться, к сожалению, на данный момент не просматривается. Ну а насколько глубоко все-таки падение ты видишь рубля против доллара? Если брать до конца года... Ну не ниже годовых нынешних, да? Думаю, не ниже. Потому что такого сильного негатива нет. То есть мы видим фактически продолжение там тех тенденций уменьшения. Нет платежного баланса, опять же, отток капитала, который весь год не прекращается. Плюс, я говорю, что вот выплаты по валютным обязательствам. То есть я говорю, что будет замедление темпов экономического роста, тот же момент экономоразвития. А вот, кстати, такая, ну, серьезная, но с точки зрения там макроэкономики, локальная проблема, локальная история с банком, с сектором нашим, с содовым лицензией, со всеми этими историями. Вот о рублях, да, Даша, о которых ты заговорила, к сожалению, они у тебя где-то на счету лежат в каком-то банке или ты уже их обналичила? Нет, я же говорю, я патриотична просто до мозга костей. Серьезно? Да. А как твоя патриотичность это выглядит? Ну-ка, расскажи. Ну, в моей концепции мира рубль должен быть сильным. Мне не нравится, когда он валится. Понятно. Понятно. Ну, и тем не менее, смотри, сегодня начались выплаты, потому что об этом заговорили, страховых сумм, пострадавших наших заграждан. Ну, и давайте логично предположить, они получили по 700 тысяч, что с ними делать-то? Пойти тратить сразу или куда-то положить в другой банк, а может быть, Миш, кстати, тоже вариант, да, перевести в доллар США, и тогда тенденция к ослаблению рубля тоже продолжится. Лучше уж в юанне. В юанне? Да. Класс. Даша, давай. На самом деле, вариантов массы, если человеку ближе какой-то такой банковский спокойный депозит, я бы на его месте выбирала госбанки, которые известны, которые надежны, которые сейчас системообразующие. Кстати, ЦБ сегодня обнародовал набор критериев, по которым будут выделены именно системообразующие банки, порядка 20 туда попадает, и как раз первая пятерка, она вот там стоит совершенно ожидаемо. Видел я этот список, да? Да, ну, соответственно, если человеку спокойно и комфортно доверять банку, то нужно, по крайней мере, доверять не каким-то там непонятным, которые обслуживают теневой сектор, да, а вот те, которые под контролем, которые даже если что будут спасены. А если, и это некомфортно, если, потому что, ну, народ нервный, естественно, накануне Нового года происходят какие-то события, сразу... Не, минуточку, если мы хотим заработать денег к Новому году... Не заработать, сохранить, сохранить, ты что ты? 700 тысяч, слава богу, выдали мне, куда их девать-то? Под подушку положить? Мне нравится вариант пойти купить подарков в семье. На 700 тысяч? Ну, почему нет, в конце концов. Щедрость, она окупается. Гулять-то. Гулять, в конце концов. И на самом деле, вариантов масса при хорошем отношении к риску можно пойти всегда на любой сектор финансового рынка, который более близок. Там, фанду бы я сейчас не порекомендовала, потому что очень низкая ликвидность, не очень интересно. Форекс нас всегда радует своей динамикой и волатильностью. Есть другие активы. То есть, в принципе, приложение масса зависит от пожеланий. Я понял. Ладно, в зависимости от пожеланий. Сейчас мы обсудим, собственно, эти альтернативы, потому что я, честно говоря, не особенное их многообразие вижу. Сейчас новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Дарья Желанова, заместитель директора аналитического департамента компании Альпари. И Михаил Арестыкисян, начальник отдела анализа информации мировых рынков, управляющий компанией Финам. Мы обсуждаем, как всегда, все, что происходит на рынках, ну и, в принципе, выделяем ближайшую перспективу до конца года. Потому что, конечно, нужно к этому светлому празднику новогоднему прийти каким-то одухотворенным, радостным, оптимистичным. Вот сейчас этого оптимизма мы и поищем, где он, в какой он стране. Ну и, Даша, давайте вернемся к тому, что мы вот альтернативы этим капиталам, да, пытались найти. Ты говоришь, собственно, если кто-то, да, этой позиции придержится, можно в каком-то более крупном банке разместить эти деньги и вроде бы и успокоиться на этом, да. А если кто-то сильно понервничал и слово «банк» на него сейчас наводит такую... Тоску? Тоску, да, тоску. У него мурашки по коже гибут от слова «банк». Вот, ты говоришь, есть другие, да, альтернативы. Причем, я так понимаю, рассматриваем мы их не только в зрении сохранения, а еще и при умножении капиталов. Скажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, скажем так, можно выбрать любую инвестиционную компанию, которая по каким-то причинам человеку близка, да. Кто-то, может быть, доверяет металлам. Есть куча продуктов, которые завязаны на металлы. Начиная от металлических счетов, заканчивая банальными опционами на металлы. Это все встраивается в кучу разных продуктов. Мне нравится, да, как аналитики? Заканчивая банальными опционами. Извините, мы тут выпендриваемся немножечко. Ну, это понятно. Мне нравится, как это у вас происходит. Соответственно, компании сейчас предлагают ряд структурных продуктов, которые позволяют в значительной степени диверсифицировать свои деньги. При этом есть определенный коэффициент защиты капитала, который человек, опять же, выбирает в зависимости от того, насколько он готов рисковать. Поэтому, если от слова «банк» настроение портится, соответственно, надо идти на рынок. Если, опять же, у инвестора нет по каким-то причинам времени, желаний и так далее заниматься самостоятельно своими инвестициями, там, идти в трейдинг, погружаться в графики, обставляться мониторами и так далее, всегда можно их отдать доверительное управление. Благо, вариантов их масса. Тем более, что у нас здесь как раз представитель одной из управляющих компаний. Сейчас тебе я предоставлю слово даже. Тем не менее, до новостей фразу такую ты произнесла, что на рынок акций ты бы сейчас не смотрел. Нет, не смотрел. Очень низкая ликвидность. Как бы нету ни драйверов ни в одну, ни в другую сторону. Потому что мы на чем зарабатываем? На движение, когда все стоит ровненько, неоткуда взяться прибыли. Вот фонда, она сейчас, к сожалению, выглядит крайне грустно. Я понял. Ладно, грустить не будем. Миш, расскажи, пожалуйста, а что в управляющих компаниях сейчас действительно происходит? Там так же грустно? Или они все-таки находят какие-то альтернативы? И ты бы порекомендовал, собственно, каковы эти альтернативы? Ну, альтернатива, главное, что нужно рассматривать вложения и за пределами Российской Федерации. Если говорить только про Россию, тут, соответственно, понятно. Выборы весьма ограничены. Мы имеем 2-3 банка, совсем известно, какими названиями, если вы хотите жить спокойно. В принципе, если до 700 тысяч, можно и в другие. Но с некоторыми, при волнении на свои деньги получите, может, с некоторой задержкой. В то же время, если говорить о более существенных суммах, соответственно, понятно, что ставки по депозитам низкие. Опять же, рубль ослабляет. Соответственно, нужны активы, номинированные не в рублях. То есть, опять же, такое вот пресловутое всем известное слово диверсификация и корзина. Банальное, я бы добавил. Банальное слово. Миш, извини, пожалуйста, а вот если все-таки к банковскому депозиту вернуться, рекомендовал бы ты его нерублевым? Да, вот по этой причине, которая интересна? По большей части, да. Все-таки, опять же, я говорю, что диверсификация, она как и по классам активов, так и по валютам работает. То есть, опять же, ну, традиционно советуются доллары и евро. На мой взгляд, также сейчас появляются депозиты в банках швейцарских франков. Даже в юанях можно найти. То есть, если там позволяют средства, то, на мой взгляд, нужно иметь валютную корзину. Смотри, а интерес размещения средств в китайском юане, он чем обусловлен? Ну, как мы видим, Китай, опять же, прошедший недавно третий пленум ЦК КПК, то есть, там, на самом деле, была заявлена весьма обширная и радикальная программа реформ. Я сейчас, извини, ностальгирую просто. Мы идем в рынок. Третий пленум Центрального комитета. Я просто человек постарше, я помню это прекрасно, когда с экранов телевизоров результаты, там, итоги третьего пленума. Или там какой у нас был. Так вот, он бы делал, не смотря, что там в Китае это коммунистическая партия, и, тем не менее, они весьма хорошо разбирают рыночные экономики. Это, опять же, вот, возвращаясь к нему, там было, что заявлено, что решающую роль будет играть рыночная экономика. Определение, там, распределение ресурсов и тому подобное. То есть, Китай хочет стать экономикой номер один в мире. Миш, я уточню, ну, может же быть такое даже, что Китай подразумевает, по слову рыночный, что-то свое. Не то, что большинство, да? Нет, он подразумевает то, что все. То, что все. Да, потому что, видите, там, да, при плане, но тем не менее, опять же, если брать там недавнюю практику, ну, собственно, историю 2008 год, опять же, разница с 1989 годом в Японии. Если японцы пытались всеми силами поддерживать статус-код, то есть, увольнений не было, сохраняли занятость, сохраняли плохие кредиты, до сих пор, собственно, из-за этого выбраться не могут. В ущерб себе. То в Китае, на самом деле, никаких ограничений на увольнение персонала не было. То есть, они там весьма четко следуют рыночным условиям. То есть, они более адаптивны к текущей экономической ситуации. То есть, нет таких финишек, хоть они, хоть в политической партии, что надо держать рабочие места, любое цену, никого не увольнять, и тому подобное. То есть, благодаря этому они достаточно хорошо прошли кризис. Если брать экономические показатели, то они значительно усилили свое влияние в мире. В 2007 годах и сейчас. Опять же, новый этап. Если, наверное, помните, в прошлом году там было много историй, пустые города в Китае. Вот, построили, все смеялись, что они там настроили. Тем не менее, как видим, они сначала все-таки думают, а потом же делают. То есть, эти пустые города, как раз, они логично ложатся в текущую реформу, которая заявлена о реформе, так называемой института прописки в Китае. То есть, когда там сельское население на данный момент практически не имеет шансов заинтересоваться в городах и тому подобное. То есть, на мой взгляд, мы имеем как раз, что города были построены под то, под обращение, перемещение внутреннего населения, под его урбанизацию и тому подобное. И опять же, под движение там производства, соответственно, от прибрежной части более вглубь страны. То есть, коммунистическая партия, мы все-таки видим, там планирование есть, причем весьма и весьма на хорошем уровне. Опять же, если там хотя бы сравнить, 80-й год, Россия и Кита, и СУЗ-2013. — Да. Не будем. Опять будем огорчаться. — Опять же, они же отменили запрет на второго ребенка без налогового. Уже же рук не хватает, а их же где-то надо селить. — Ну, то есть, то, что Китай может, я не знаю, локомотивом каким-то, да, или поддержать даже мировую экономику, то есть, это вещи, на твой взгляд, вполне реальные. — Я бы сказала, что он уже вполне здорово ее поддерживает. И, опять же, мы неоднократно обсуждали уже, что когда у нас Европа в рецессии, и в США одна проблема на другой, и все говорят, ой, у нас мировая экономика замедляется, там какие-то полтора-два процента уже, почтем за счастье, у Китая семь с половиной. Да, это не десять, но это семь с половиной, ребят, серьезно. — Понятно. — А сейчас я хочу добавить, что все-таки семь с половиной процентов мы имеем сейчас не крошечную экономику, а, извините, вторую экономику в мире по размеру. Семь с половиной процентов просто выглядит фантастически. Собственно, даже пять процентов будет очень-очень достойно. — Ну, а аргументация вложений в юань все же? — Опять же, что юань будет усилиться. То есть страна, которая претендует на первое место в мире, должна иметь сильную валюту. Вот никак по-другому этого быть не может. Соответственно, сильная валюта означает там приток капитала в страну. — Ну, давай, сильная валюта означает еще и худшие условия для своих экспортеров. — Они как раз приориентируют экономику на внутренний спрос. Им как раз и нужно. Соответственно, опять же, так все говорят, там вот славая валюта, это, соответственно, помощь экспортерам. — Да, но с другой стороны, нужно забывать, что в странах, не обладающие энергонезависимостью, это имеет оборотную сторону дорожания ресурсов, энергоносителей. То есть, как мы видим, они проигрывают в одном и в другом. Тем более, опять же, у них идет тенденция от смещения производства товаров с низкой добавленности стоимость к высоте. Опять же, если вы берете там ширпотребтик, стиль, вы сейчас уже из Китая, ну, весьма тяжело найти там Бангладеш, Бирма и тому подобное. Лаос. То есть, все производство с низкой добавленностью смещается в более бедные страны. То есть, ну, в теории прожает там, в принципе, Африка следующим. Если брать Китай, то он как раз приоритет экономику на внутренний спрос, а тут, собственно, высокий курс юаня. Опять же, что вот хорошо, так как все-таки, мы уже упоминали там коммунистическая партия, то есть, если брать всю историю, даже 2008 год. Мы видели, что доллар укреплялся против всех валют, за исключением юаня. То есть, юаня... Ну, это, видишь, момент именно вот глобального падения. Да, то есть, опять же, данная же евро, все ослабело. Юань, с кризисной моментами, ну, фактически они привязаны к доллару, очень жестко-то буквально, копеечные изменения. Доллар и иена, если мы говорим о валютном рынке. Нет, нет, в восьмом году. Восьмом году и иена. Ну, да, иена росла, но я говорю, что вот, в отличие от того, что иена, да, ослаблялась в периоды увеличения финансового роста, то вот и ослаблялась, то юаня, наоборот, усилилась. Хотя, да, там, усиление против доллара весьма-весьма ограничено, есть порядка 2-3% в год, так как там весьма жестко на этим следит Народный банк Китай, традициональный банк. Тем не менее, на мой взгляд, это имеет все-таки достаточно, ну, на мой взгляд, очевидный потенциал роста. И, собственно, для консервативных инвесторов, на мой взгляд, как раз следует уже начинать задуматься о переводе, ну, понятно, что части какой-то своих активов. То есть, понятно, что, естественно, корзина, потому что понятно, что все-таки мы говорим о будущем, святого грали ни у кого нет, с точностью предсказывать это никто не может. Тем не менее, учитывая, что все-таки деньги есть, и с ними надо что-то делать, соответственно, нужно находить решение о текущей ситуации. Я понял. Даш, наверное, и поэтому в том числе, да, уже на московской бирже предлагают инструменты, да, номинированные в юанях. Их не только предлагают. Сейчас недавно сравняли условия торговли этих инструментов с основными парами. Условия, что ты имеешь в виду? Условия торговли. То есть, если раньше там ряд технических моментов, там, из серии стопроцентного депонирования и всего остального делало торговлю в юане не супервыгодной, то сейчас это все изменили и вывели юань как полноценную валюту, как евро, доллар, рубль. Соответственно, увидели невероятный приток, там, за несколько месяцев вырос какие-то астрономические 20 раз, там, или что-то такое. Понятно, что старт был маленький, но, тем не менее, рост был огромный. И, опять же, это демонстрация того, что наши экономики, в принципе, стараются выйти на, там, более серьезный товарооборот и так далее. И спрос на валюту, на эти активы, он, естественно, растет. Поэтому очень здорово, что у нас, собственно, биржа реагирует на последние... А можно предположить, что, следуя этой же логике, что и, ну, все большее количество коммерческих банк тоже будет предлагать депозиты, номинированные в юане? Ну, здесь вопрос в том, какую политику будет вести китайский банк. Поскольку одно дело вкладываться в китайскую валюту и пытаться на этом заработать, а другое дело мы понимаем, что основные операции все-таки ведут банки, которые обслуживают внешнеэкономическую деятельность. Все равно это, как бы, несколько разные понятия. Посмотрим, как они будут отпускать свой юань потихонечку. Пока очень жестко делать. Пока очень жестко. На мой взгляд, собственно, уже сейчас там физические лица могут открыть. Да, понятно, что придется поискать, но тем не менее, уже сейчас доступно. На две юанях с точки зрения Китая, на мой взгляд, таких препятствий не будет. Они очень заинтересованы в развитии своей валюты, в увеличении ее оборота. Я понял. Спасибо. Давайте еще раз прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Говорим сегодня на тему происходящих событий на финансовых рынках. Ну и, собственно, совсем немного осталось у нас до окончания последнего месяца года. Хотелось, чтобы и рынок тоже не испортил нам предновогоднего настроения. Значит, я напомню еще раз. В студии сегодня Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента компании Аль Пари и Михаил Аристокисян, начальник отдела анализа информации мировых рынков, управляющий компанией Финам. Телефон в студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании финам.ФМ. Ну и давайте посмотрим на картину мира, что ли, более широко. Событий предостаточно и на этой неделе в том числе, и в декабре в принципе даже. Вот на что сделать акцент и вообще ожидания какие? Ну, я имею в виду уже вновь переходим к разговору о политике Федрезерва, да, ближайшей там какой-то статистике на этой неделе по рынку труда, заседании ЕЦБ на этой же неделе, ну и так далее. На самом деле, мне кажется, все сейчас достаточно предсказуемым, поскольку последнее заседание 17-18 декабря. Мне сложно поверить в то, что наконец-то будут даны сигналы о скором сворачивании программы количественного смягчения. Не верю я, что до конца года они решатся. Статистика, она в рамках ожиданий сильного улучшения не видно, сильного ухудшения тоже. То есть там чуть-чуть приросло, чуть-чуть свалилось. Я про рынок труда сейчас, да, американский. Поэтому оттуда сюрпризов мы не ждем. Опять же, то, что Джанет Йеллен утверждена, ну как минимум, банковским комитетом, да, Сената на пост главы ФРС. И мы знаем ее как ярую сторонницу супермягкой монетарной политики. Опять же, это дает основания полагать, что, скорее всего, там до середины следующего года Федрезерв не пойдет на то, чтобы начать какое-то сворачивание. Опять же, она выступала и говорила о том, что плюсов намного больше, чем минусов, что эпоха дешевых денег будет продолжена столько, сколько это будет нужно. И, в общем, на этой истории, собственно, растет американский рынок просто вот как на дрожжах. Соответственно, сюрпризов я не жду. С другой стороны, ФРС такой интересный орган, который может выкинуть все, что угодно. Соответственно, может быть и Бернанке под занавес, как говорится, своей деятельности, может сказать, здравствуйте. Хлопнет дверью. Хлопнет дверью, при этом сделав то, что сделать нужно, по сути. И разбираться с этим будут уже другие. Ну, почему нет, в конце концов? Они же властители финансовых рынков. То есть нельзя исключать, но я, скажем так, не верю в это. От ЕЦБ они очень долго шли к понижению этой ставки. Она, наконец-то, этот шаг свершился. Мы порадовались. Евро припало, потом отыграло все, что... Все свое падение. И уже сам Драги говорил о том, что до середины следующего года мы не пойдем на дальнейшее снижение ставки. То есть, соответственно, я не жду сюрпризов. Скорее всего, динамика будет плюс-минус вот та, которую мы видели. И до конца года примерно ничего. До конца года, да. Ну, а тут осталось-то, собственно, немного. Да, осталось ничего. Согласен. Миш, к Федрезерву. Как ты смотришь? Будут, не будут, сворачивать? Или вообще, может, не будут никогда сворачивать? На мой взгляд, в декабре вероятность, сколько сворачивания, близка к нулю. Потому что, опять же, в целом, несмотря на все там заявления, там, ряда представителей ФРЭД, что там можно сворачивать и тому подобное, мы имеем следующую ситуацию. На данный момент, благодаря программе КУЕ, они выкупают 540 миллиардов долларов в год трежерей. Соответственно, найти такой объем других покупателей, весьма проблематично. Надо звать, что, опять же, возвращаясь к Китаю, он буквально мне сказал, что он больше не заинтересован в росте своих валютных резервов. То есть, полтриллиона долларов в год найти, кто будет выкупать, на мой взгляд, ну, как-то весьма проблематично. Второе, опять же, наверное, многие слышали, там, Асланцевая революция в Шатах и тому подобное. Что мы имеем? Что это, в принципе, ведет к энергонезависимости Соединенных Штатов. А, собственно, им энергоносители являются весьма существенной статьей их торгового баланса, дефицита. То есть, мы будем иметь также весьма существенное сокращение торгового дефицита. Это, опять же, ведет к тому, что уменьшится спрос на доллары, как следствие спрос на госдолг. То есть, вот, на мой взгляд, вот, несмотря на всю риторику, как они собираются сокращать значительно выкуп облигаций, я не вижу. Да, какое-то косметическое, не знаю, там, 5-10 миллиардов долларов, может быть, можно делать. Надо говорить там о полностью сворачивании, тем более, если говорить еще про ипотечные бумаги, это 85 миллиардов в месяц. Я вот практически ниже, не сказать, сделаю. То есть, соответственно, на мой взгляд, такая ситуация будет способствовать оттоку капитала из облигаций в акции, в частности, американские. И возвращаясь к тому, что мы обсуждали чуть ранее, то есть, чтобы не сложилось впечатление, что надо только там юаня покупать, нужно дифференцировать вложения. Опять же, на мой взгляд, хотя американские акции на данный момент выглядят, нельзя сказать, что дешево, тем не менее, ну, моему взгляд, возможная коррекция в январе-феврале будет, собственно, опять же, так как год будет для акций положительным. То есть, фиксация прибыли, скорее всего, будет отложена на следующий год, но с каких-то чрезвычайных ситуаций не случится. То есть, соответственно, если в январе-феврале будет фиксация прибыли по фондовому рынку США, то будет как раз хороший момент для вложения. Потому что, опять же, все-таки, несмотря на все те проблемы, что у меня есть в США, он остается крупнейшим самоликвидным рынком. Поэтому, если брать серьезные фонды, у которых значительные средства, им при всем желании там, да, там, не знаю, в Пакистане много не купить. Хоть там растет на 45% с начала года. На всех не хватит. Да, на всех не хватит. Поэтому американский фондовый рынок остается по-прежнему весьма важной составляющей частью. И, соответственно, опять же, говоря о вложениях, нужно рассматривать часть вложений туда тоже. То есть, да, может, акции по текущим верхам покупать не стоит. Тем не менее, опять же, полностью исключать это, в своих портфельных взгляд, тоже не разумно. А вот ругают все, что происходит сейчас на американском рынке, некоторые называют это пузырем. Ты не разделяешь точку зрения? Ну, на мой взгляд, рынок поддерживается то, что вел перетоком капитала из-за облигации. То, что мы имеем, что все-таки доходность в облигации будет расти, так как текущие сверхнизкие ставки поддерживать бесконечно невозможно. То есть, опять же, одно даже заявление Вернанке в мае о том, что будет возможность сворачивания к УЕ, привело к росту на 100 базисных пунктов, даже больше подлинных облигаций. Больше два раза, да. Это еще на цент не сократили выкуп. Да, только сказали. Только сказали, имели такой. И, соответственно, опять же, если мы имеем, что отток капитала, то, опять же, если брать американские доллары, кроме рынка акций, особо ничего не остается. Ну, так же, так как корпоративные облигации могут быть интересным. Ну, это к вопросу о диверсификации, да. С удовольствием разложил эти самые яйца в разные корзины, но корзин-то раз-два и обчелся. Ты заулыбалась. Миша заговорил о сланцевой революции в США, и ты заулыбалась. Да, я заулыбалась, потому что меня не оставляет ощущение, что все равно за этим стоит больше пиара, чем реальных результатов. Потому что, опуская момент того, что с экологической точки зрения это просто ведет к катастрофе, сумасшедшее загрязнение вод и всей окружающей среды, заканчивая тем, что, насколько вот я смотрела, отчетность, документацию, себестоимость добычи нефти сланцевой, она все равно не конкурентна по сравнению с добычей нефти традиционным способом. Соответственно, вот у меня не оставляет ощущение, что вся эта сланцевая революция, это просто такой вот нагон, чтобы скорректировать цены на нефть таким образом, каким это будет выгодно штатам. И объемов там, по-моему, все же тоже несопоставимо. Поэтому ресурсная независимость штатов, о которой они кричат уже какое-то время, мне пока кажется сомнительной. Дальше, конечно же, посмотрим, но неоднократно появлялись уже разоблачающие материалы о том, что на самом деле, ну, ребят, ну, там не о чем говорить, там, ну, не о чем, не о чем сравнивать. Это враги Соединенных Штатов, может быть, эти материалы? Может быть. Ну, везде же у всех свои враги, конечно же, они нам портят жизнь. И свои друзья тоже, слава богу. Ты в сланцию революции, тем не менее, веришь в Штатовскую? Ну, по факту, по газу они уже стали первыми, в следующем году будут по нефти тоже. Да, там есть моменты насчет экологических. Тем не менее, все-таки там технологии улучшаются, хотя, да, конечно, там ряд вопросов есть. Другое дело, что, собственно, сейчас в США там идея фикс, что они хотят стать на организовании, соответственно, они на это будут обращать мало внимания. Также, да, там, ну, скажем, есть там, начинаются ряд исследований, потому что расти начинает сейсмическая активность в тех районах, в которых не было. То есть, опять же, это, ну, не подтверждено окончательно. Тем не менее, вот какие-то там, ну, на вопрос, на вы. То есть, да, ряд нюансов есть. И, на мой взгляд, там, ближайшие, ну, 2-3 года, думаю, что все-таки мы увидим, что рост добычи в США будет сланцевать. Да, понятно, что эти же вопросы, в частности, материков и Европа, остановят разработки. Тем не менее, англичане совершенно не против, собираются тоже у себя начать разработку сланцевских месторождений. Китай весьма осторожно к этому относится, но тоже подумывает. То есть, несмотря на все негативные моменты, на мой взгляд, к сожалению, вот, в ближайшее будущее, ну, вот, мы будем иметь значительное давление на цены на газ и на нефть, к сожалению. Вот об этом речь, да? То есть, безусловно, вот все, что о чем-то там говорится. То есть, да, проблемы есть, я согласен, что там все далеко не так радужно, как они представляют. Вот те мнения, то, что видим, там, вот, на данный момент, все-таки объемы растут, от этого никуда не деться. Ну, ладно, поживем и видим. По поводу рынка акций, Даш, твое мнение, рынок акций Соединенных Штатов Америки, конечно же, вот, доколе, 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 сколько еще ему расти, когда, наконец, коррекция, долгожданная? Или, может быть, все-таки это тот самый пузырь, который, ух, и лопнет однажды? Пока печатный станок на всех парах печатает зеленые бумажки, будет он расти. Ну, просто это совершенно замечательная накачка, которая идет уже не первый год. И, собственно, понятно, что на реальный сектор, который анонсируется, что это помощь ему, по сути, эти деньги не выходят. То есть они все оседают на балансах банков, ну, одним словом, на финансовом рынке. Поэтому пока идет печатание, ничего не остановится, ну, то есть нет факторов. Я ожидаю, что мы увидим некоторую нервозность, ну, такую, скорее, локальную в феврале, когда снова встанет вопрос моих любимых госдолгов и бюджета, поскольку проблему снова отложили, решений никаких нет, и будут некоторые баталии. С другой стороны, все необходимые решения все равно будут приняты, это тоже ясно как день. Но нервозность, вот, некоторую мы ожидаем. Опять же, Обама уже немножечко подвинули с его программы, то есть он уже пошел на попятную, пошел на уступки. Какой план в итоге они продают? Ну, в любом случае, это будет такой политический торг, который будет все равно нервозность вот эту вот... Дуна, сохранять. Сохранять, да. А если говорить вот о событиях февраля, января-февраля, когда твоя любимая тема, как ты выразился опять, будет актуальна, решение ее окончательное ты ожидаешь? Или опять это сдвиг во времени, новый перенос на какой-то, так сказать, промежуток времени, может быть, до осени? Возможно, оба варианта, скажем так. Будет зависеть, наверное, от конъюнктуры, которая будет на текущий момент. В принципе, им ничего не мешает сказать, слушайте, что-то мы ничего не придумали, давайте еще полгодика подождем, у нас комиссия будет новая, это все дело расследовать и придумывать. И у них нету никакой, грубо говоря, палки сверху, да, они и так стоят на вершине всей этой пирамиды, поэтому они командуют. С другой стороны, ну, уже пора бы, потому что рейтинговые агентства нервничают сильно уже давно. И, то есть, я бы ставила 50 на 50, они в этом плане достаточно непредсказуемы, ребята, если вот этот торг, он все-таки не уляжется, могут спокойно еще взять тайм-аут. — Как говорили известные персонажи, я думаю, торг здесь неуместен, а там как раз он уместен. — Как раз суперуместен. — Да-да, как ты смотришь вообще на проблему потолка американского госдолга? — Ну, к сожалению, это все будет как обычно, там, в последнюю минуту или даже за последнюю минуту, вот там, чем-нибудь отложат, перенесут. То же самое смешное, что сейчас они, то, что они сделали, они даже верхний лимбин госдолга не установили, они просто установили временной интервал, в честь, когда он может установиться. А верхней границы на данный момент фактически нет, то есть казначейство может занимать, ну, сколько угодно. — То есть он может там запасом занять. — Насколько совести хватит. — Ну, да. — Потом пережидать, пока они там на чем-нибудь договорятся. — Понятно. — На самом деле ситуация весьма такая любопытная, то есть впервые там просто верхнего потолка по абсолютному значению нет, если только по времени. — Ну, и есть такая эфемерная, конечно, да, но еще, упомянула Даша, есть еще такой параметр, как совесть. Вот, может быть, он сдержит в конечном итоге, будет этим верхним потолком. — Вот слабая надежда на этот параметр. — Хотя вряд ли, да, когда мы говорим, да, рынки чистогана, какая совесть может быть. — Какая совесть. — Ладно, еще раз прервемся новости на Финам.ФМ, потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. В студии сегодня Дарья Желаннова, заместитель директора аналитического департамента компании Аль Пари, и Михаил Арстокися, начальник отдела анализа информации мировых рынков, правильщик компании Финам. Еще раз я напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании Финам.ФМ. Ну и обсуждаем мы текущую ситуацию. Поскольку последняя часть, может быть, уже к прогнозам, да, приступить к прогнозам нам с вами мало-помалу. Ну, во-первых, до конца года уж, поскольку мы временной диапазон сегодня такой обсуждаем, до конца года, извините за банальности, Даша, но тем не менее, новогоднее ралли, рождественское ралли, какое-то другое может быть, а может и не быть. Как ты смотришь? — Сильных каких-то драйверов к сумасшедшему росту не видно. Вот все, что мы обсудили сегодня. — Сейчас о России говорим или в принципе? — О России, наверное. Но, однако, все-таки инвесторы — это люди. И ничто человеческое им не нужно. — Не роботы. — Не роботы. — Торговые. — Нет, нет. И традиционно ралли, оно бывает. Оно не сильное, скажем так, я бы даже, наверное, ралли не назвала, такой умеренный оптимизм. То есть процентов, не знаю, 10. — Подожди, а с чем связано, что инвесторы — это люди? То есть они что? — Хорошее настроение. — Хорошие настроения. — Праздники. — Они подумают, давай-ка... — Первое лучшее, там, котировки компаний. — Скорый Новый год, дай-ка я куплю, да? — Дай-ка я куплю, да. — Нормально. — Там дивидендные выплаты, ну как-то все это радует. И вот этот позитив выливается на рынок. На самом деле, ну если говорить серьезно, вот есть такая традиция на рынке, что действительно он отрастает немножечко. Говорить о том, что это фундаментально длинная тенденция, абсолютно нет. Вот скорее такой локальный небольшой рост. — Причем я так подумаю, извините, пожалуйста, что с точки зрения внешнего фона, наверное, до заседания Федрезерва вряд ли кто-то что-то будет покупать. Подождут же. — А после чем более. — А после там останется неделька. — Опять же, если мы говорим об американских площадках, у них Рождество раньше. Соответственно, у них вот этот разгон еще меньше. — Еще меньше, да. — И что там особо такого произойдет, я бы ничего особо не ждала. Но всегда, конечно, бывают неожиданные истории, но тем не менее... — Дед Мороз даже иногда приходит. — Да, бывает. — Ты веришь в Деда Мороза? — Я? Мы же уже обсуждали. Верю. — А когда мы это обсуждать могли? — На прошлом эфире. — На прошлом эфире обсуждали. — Ну не могли бы. На прошлом эфире это было лето. — Лето. Осень уже была. — Осень была. Ну и Дед Мороз тут какой-то. Ладно. Миша, как насчет новогоднего, какого рождественского? Кстати, тема хорошая еще. Предолимпийское ралли. Ну хотя это будет уже, да, следующий год, но тем не менее. — На мой взгляд, после заседания ФРС, который заканчивается 18 декабря, ликвидность на Западе точно сильно упадет. То есть какие-то движения там перед этого будут, там какие-то ожидания, что вдруг все-таки ФРС что-то сделает. То есть какие-то локальные понижения, то после этого, как я полагаю, все успокоятся до Нового года. Вопрос о потолке госдолга, о бюджете. Но опять же думаю, что станет актуальным только в январе. Поэтому, на мой взгляд, если брать западные рынки, будет весьма вялая динамика, можно с некоторым там, ну, повышением слаб. Потому что вроде как ничего плохого, на первый взгляд, если брать на поверхность, у них не происходит. Что касается России, тоже, возможно, некоторое повышение. Опять же, хотелось подчеркнуть, что низкой стоимость акции по стоимостному критерию, значительный дисконт никто не отменял. То есть там ПЕ, там 5,5 где-то по российскому рынку, все-таки очень дешево, пожалуй, самый дешевый рынок по всем мире. То есть этот фактор все-таки не отменял, то есть какую-то слабую поддержку он должен оказывать. Тем не менее, как мы видим, такой дисконт уже довольно значительное время и никак не реализуется. То есть, если говорить о периоде с 18-го, с 19-го декабря до Нового года, на мой взгляд, каких-то существенных движений не жду. И, скорее всего, возможно, будет небольшое повышение. Скорее всего, на весьма малых объемах. Потому что, опять же, мы имеем, что в январе начнется по-новой обсуждение всех важных вопросов для американской экономики, учитывая их отношение к сотрудничеству в последнее время среди демократов и республиканцев. Но как-то особо оптимизма нет. И опять же говорю, что, к сожалению, даже обсуждение каких-то кардинальных важных решений, которые могут, в принципе, решить эту проблему, уже нет. Они там опять вот как-то проходят дедлайн, они расслабляются, ночают новые там опять. После его прохождения просыпаются, что-то там делают, опять откладывают, опять расслабляются. Не хотят работать. Вот это еще, опять же, от Китая, который там планирует, там, не на год, а даже на десятки лет. К сожалению, увидим полное отсутствие ковлип планирования. Ладно. Ну, А, Даша, а вот эта идея с олимпийским ралли, как ты на него смотришь? Может рынок активно все же показать не легкий отскок, да, и там, символический рост, а именно активно подрасти вот к началу олимпийских игр? Супер активно? Вряд ли. Вот какой-то позитив, безусловно, будет. Я думаю, что немножечко отрастут там основные фишки, потому что в основном эти компании являются спонсорами. Ну, так тоже, скорее, больше не фундаментальное, что-то важные какие-то факторы, а тоже на таком человеческом оптимизме, скорее. То есть, какого-то сумасшедшего движения нет, не будет. Ну, чуть посильнее, чем новогодний. Чум посильнее, чем обычно. Вообще, складывается впечатление из ваших, уважаемых гостей, рассказов, что как-то совсем нет интереса к российскому фондовому рынку, Миша. Вот совсем его нет. Ну, по факту, интерес, к сожалению, весьма слабый. То есть, мы видим, что, да, про это дисконт твердят все там ведущие инвестиционные западные дома, включая Голл Монсакт и подобные. То есть, да, опять, вполне дешево даже, говорят, рекомендуют. Тем не менее, по факту, мы видим, что интереса практически нет. То есть, на статистику потока капитала, то мы видим, что деньги все забирают и забирают за российский фонд. То есть, да, несмотря на то, что, да, мы имеем весьма дешевый рынок, тем не менее, к сожалению, приток инвесторов, особенно иностранных, ну, практически не наблюдается на данный момент. Это все специфика, да, же, российского рынка? Именно к России нет интереса? Или к развивающимся в целом? Или вообще к фондовому рынку нет интереса сейчас? Я бы сказала, что специфика относится к развивающимся рынкам, но в России это, к сожалению, выстреливает еще сильнее, чем во всех остальных. То есть, там, на Китае, например, мне кажется, смотрится значительно больше. Ну, оптимизмом, хотя мы в Бриксе все вместе рука об руку идем. Вот. Опять же, развивающиеся рынки те, которые больше всех страдают от решений ФРС. Вот мы уже сегодня обсуждали, в мае была такая, я бы назвала это репетицией, сворачивание, посмотреть, что было. Тест, тест. Ну, да, а давайте вот там попробуем, и все, валюты улетели, а то капитал сразу ускорился значительно, и вот, пожалуйста. Соответственно, такая зависимость, она тоже... Ну, для тех, кто шортит, да, конечно, отлично, но вот, в принципе, не дает уверенности в том, что... С другой стороны, если инвесторы гонятся за сильными, за сильные прибыли, но при этом готовы идти на хороший риск, вот это как раз для них должно быть поле, потому что развитые рынки, они не растут резко. У них обычно такое техничное повышение. Ну, и, в принципе, у них есть потенциал роста, который, да, там, какими-то небольшими цифрами ограничен. Я, в общем, их не понимаю, я бы вкладывалась. Кстати, немножко осталось времени, все-таки вот на эту тему меньше. Смотри, есть дешевая ликвидность, это очевидно, да, ну, понятно, как выглядит американский рынок, это уже обсуждали, но, в принципе, имея эту дешевую ликвидность, классический инвестор должен быть озабочен, да, поиском высокой доходности. И в какой-то момент, может быть, да, его акцент смещается с рынка развитого на рынок развивающий, потому что, ну, по определению, рынок развивающий обещает более высокую доходность. Может в этом случае, да, идти речь о том, что ликвидность пошла, ну, в частности, в Россию. Опять же, нужно иметь в виду, что действительно дешевые деньги, но получают весьма ограниченный круг участников. Ну, в первую очередь, там, крупные банки США, которые могут признаваться фактически под ноль. Опять же, если они хранят там свои излишние резервы ФРС под 0.25, учитывая, что деньги практически бесплатные, то без всякого риска ничего не делаем, можно получать какой-то прибыль. То есть, то, что Дарья говорил, к сожалению, деньги даже до реального сектора в США не особо доходят. Соответственно, когда мы имеем, там, опять же, проценты маржа у банков сейчас просто запредельные в США. То есть, фактически под ноль получают средства и размещаются. То есть, там даже по 3-4 30-летние, там, закладные фактически обеспеченные, то зачем еще что-то искать, когда мы имеем весьма хорошую прибыль? При практически нулевом риске. То есть, опять же говоря, про серьезных деньгах, от той ликвидности, то есть, они в имя уже как-то поместиться не могут. То есть, да, там, если какие-то, брать с точки зрения инвесторов физического лица, если мы берем, там, не знаю, там, фонд какой-нибудь, 10 миллионов долларов пенсионный, если они суетни, что... Ну да, купят они какую-то там часть, 1-2% от своих активов, они ничего не почувствуют по-хорошему. Вот, чем еще проблема есть. Женя, там, размеры, американская рынка все-таки весьма-всема значительная, сравнивая с остальными. То есть, да, если брать другие страны, то есть, в России, да, если придут, то, извините, можно двигаться в рынок очень маленькими деньгами. Ну что, кстати, периодически мы и видим, да, и причем, наверное, даже и не иностранные инвесторы, а наши, какие-нибудь отечественные, патриоты. К сожалению, вот вопрос, а такие, опять же, там, там, долгосрочных инвесторов, страховые, пенсионные фонды к высокой волатильности не любят, может, постепенно. А тут, как мы видим, вот такие вот выбросы цен при небольшом даже меркам сумма, сумма, которая будет заведена, и потом, соответственно, это надо продавать кому-то. Да. Ну, и в другую сторону. Здесь немножко купил, вынес рынок там на 40%, потом немножко продал, обратно. Так, два слова буквально, Даш, нашим слушателям, адресуя, собственно, накануне, ну, мы сейчас не поздравляем с Новым Годом, а... Еще рано начинать, да? Еще рано начинать, конечно, целый месяц, но я так понимаю, что этот месяц, на твой взгляд в том числе, не особенно интересен, да, с точки зрения? Да, вообще неинтересен. Лучше заняться чем-нибудь более интересным. Конечно. Более полезным. Например? Я же говорю, покупать подарки пора, семью радовать, друзей. Весь год не хватало на них времени, а вот теперь самый момент. На рынке все равно не отмечу. Пользуйтесь этим случаем. Спасибо огромное. Дарья Желаннова, Михаил Аристокисян. Сегодня были в студии Сухого Остатка. Как всегда, мы обсуждали текущую ситуацию на финансовых рынках, ну, и мои гости давали некие прогнозы. Спасибо вам огромное. Спасибо, уважаемые слушатели. Успехов на рынке. До свидания.